Оперативное совещание в правительстве на этой неделе прошло в штатном режиме, в очной форме, было достаточно кратким. Радий Фаритович выглядел отдохнувшим. Мы все знаем о том, что он сплавлялся по рекам в Бурзианском районе. Во первых строках руководитель республики сообщил две радостные новости. Первая из них касалась того, что республика Башкортостан вошла в десятку регионов по инвестиционной привлекательности по результатам совещания Агентства стратегических инициатив. Второй яркой и радостной новостью было то, что геопарк Янгантау стал первым геопарком Российской Федерации, который вошел в систему ЮНЕСКО. Ну, давайте по порядку. По поводу инвест-привлекательности, тут, конечно, очередная, как говорится, фейковая новость. Дело в том, что, например, инвестиции 2019 года на 21% меньше, чем инвестиции хотя бы 2016 года, и в 2,5 раза меньше, чем инвестиции, например, 2008 года. Тут, конечно, успехи наши весьма скромные, и, вероятнее всего, выглядят они такими грандиозными только на фоне всеобщего и глобального спада в Российской Федерации, потому, как говорится, мы здесь лучшие среди худших. Что касается геопарка Янгантау, то тут, конечно, как говорится, это из разряда новостей будущего. Все будет зависеть от того, насколько удастся создать там настоящую инфраструктуру, насколько заработает этот объект. То, что его включили в список ЮНЕСКО, безусловно, хорошо, почетно и здорово, но теперь все будет зависеть от того, насколько республиканские власти в состоянии развить подобный проект, даже под подобной крышей с подобной вывеской. Традиционно первым докладом шел доклад министра здравоохранения Максим Васильевич Забелин заученно отторобанил нам цифры. 5967 заболевших по республике Башкортостан, 355 человек находятся на стационарном лечении, 33 человека находятся в тяжелом состоянии, из них шестеро на аппаратах искусственных, вентиляции легких, всего выздоровевших 4000 человек и 19 умерших по республике. Загрузка коечного фонда под COVID-19 составляет 30%, так что опасения ради Фаритовича были напрасными, загрузка, судя по докладам господина Забелина, снижается. Всего проведено 460 тысяч тестов и протестировано 440 тысяч человек. Выборочное исследование показало коллективный иммунитет 5,4%. На этом, собственно, доклад Забелина закончился, и мы можем его обсудить. Первый вопрос. То, что 5,4% коллективного иммунитета, ведь буквально тремя неделями ранее звучала цифра 18%. Проводилось аналогичное исследование, выборочные, значит, тесты в коллективах и в определенных группах людей, и было 18%, а вся стала 5,4%. Вопрос, да? Второе. Абсолютно параллельно с информацией Забелина выходит информация Росстата, уважаемого государственного органа статистики, который сообщает нам, что только в апреле-майе в республике Башкортостан от COVID-19 умерло 32 человека. Я уже не говорю о совершенно кошмарной статистике по вне больничной пневмонии. Вот мы уже привыкли, что последние недели параллельно выходит противоположная информация от Росстата и от Забелина. У нас наши законодатели на федеральном уровне приняли закон о дезинформации в области эпидемиологической обстановки и вообще информации, которая может нести определенную угрозу, вред и сеять панику и так далее. Вот то, что Забелин дает информацию, противоречащую информацию Росстата, или наоборот, Росстат дает информацию, противоречащую информацию Забелина, оба они являются государственными органами. И, наверное, нужно сейчас обратиться в правоохранительные органы и задать вопрос. Давайте так. Определите, пожалуйста, экспертным образом, кто из них говорит правду, кто неправду. И, пожалуйста, в соответствии с этим новым законом о фейк-ньюс по COVID-19, накажите, причем самым суровым образом, кого-то из них. Кто-то из них точно врет. Потому что у одного из них цифра 32 человека умерло за два месяца, а у другого информация 19 человек умерло за весь период. Кто-то точно врет, кто-то вводит в заблуждение население, тем самым наносит тот самый суровый вред, который определила Государственная Дума в отношении людей и организаций, распространяющих информацию, ложную информацию о COVID-19. Кроме всего прочего, Максим Васильевич распространяет эту информацию с применением средств массовой информации самым широким образом, соответственно, попадает под самое суровое наказание, которое есть по этому закону. В общем, я считаю, что кто-то должен сейчас инициировать подобную проверку, причем на уровне прокуратуры либо Следственного комитета, потому что все-таки Забелин это чиновник высокого ранга, и определиться с тем, кто из них врет, потому что уже, честно говоря, это все очень сильно надоело, и жители находятся в растерянности, никто не понимает, начинаются вот эти слухи, они тоже, кстати говоря, множатся благодаря разночтению информации Забелина и Росстата. Надо этому положить конец. Вопреки традиции предыдущих недель, в этот раз никаких особенных выводов из доклада Забелина сделано не было, существенных изменений в указ ради Хабиров не внес. Единственное, что отметил, что детские лагеря так и не будут открыты, несмотря на приближение 15 июля. И Хабиров акцентировал внимание на том, что режим в отношении граждан старше 65 лет должен быть сохранен. Вот эта вот полудобровольная, полупринудительная самоизоляция людей старше 65 лет должна быть продолжена. Ну и еще немножко поговорили о масочном режиме, который необходимо соблюдать. Вторым докладом оперативного совещания традиционно следовал доклад о ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве, дорожном комплексе и чрезвычайных ситуациях. Борис Владимирович Беляев в этот раз не смог выступить и прислал вместо себя своего заместителя Юрия Александровича Палтусова, который, собственно, прокричал кричалку Бориса Владимировича о том, что в Багдаде все спокойно, никаких аварий нет, а отключение иду строго по графику. Собственно, особого внимания обращать было на этот доклад не было никакого смысла. Единственная цифра, которая меня зацепила в докладе господина Палтусова, это то, что за неделю он умудрился обработать 59 миллионов квадратных метров дезинфицирующими средствами. Речь идет, видимо, о поливе вот этими растворами, которые убивают COVID-19 на улицах и во дворах нашей республики. Но, собственно, кстати говоря, этих машин, например, в Уфе, уже больше давным-давно не видно. Где обрабатывает 59 миллионов квадратных метров господин Палтусов, осталось неизвестным, но фоточки поливальных машин он нам продемонстрировал. У господина Палтусова в этот раз было два суддокладчика, это господин Гумеров и господин Морзаев, каждый из которых преподнес нам по небольшой сенсации. Алан Викторович, докладывая о ситуации в дорожном комплексе, сообщил нам о том, что за прошедшую неделю случилось 87 ДТП, в которых пострадало 107 человек и 15 человек погибло. Напоминаю, что статистика гибели на дорогах последние три недели идет по восходящей. 12, 13 и 15 человек соответственно в последние три недели. Эта цифра в каждом случае вдвое превышает ту предельную статистику, которую установил Хабиров для дорожного комплекса Республики Башкортостан. За последние три недели погибло уже 40 человек, что вдвое превышает тот лимит, который установлен для этого показателя. Я напомню, что Хабиров требует от дорожников не превысить цифру в 400 погибших за год. А если мы будем терять по 15 человек в неделю, то несложно понять, что эта цифра уйдет далеко за 700. В прошлый раз, на прошлой неделе, Хабиров никак не обратил внимания на эту печальную статистику Морзаева. В этот раз Хабиров был вынужден прокомментировать вот эту вот продолжающуюся тенденцию. И сделал замечание Алана Викторовича, что надо не констатировать рост погибших ДТП, а бороться с этим. Ну, собственно, Морзаев избрал тактику все валить на пьяных водителей. Он даже показал нам трогательный ролик о том, как героически в каком-то из районов и на каком-то из перелесков в Башкирии сотрудники ДПС отловили пьянющего в хламину местного жителя, которого, значит, они торжественно упаковали в машину ДПС. И, видимо, там уже оформляют и подвергают лишению прав. Ну, собственно, обвинять виновников в том, что они там совершают эти ДТП смертельные и увеличивают статистику смертности на дорогах – это одно. А действительно бороться со смертностью на дорогах – это другое. Кроме всего прочего, несмотря на то, что большой процент ДТП происходит действительно по вине нетрезвых водителей, существует еще и большой процент, который происходит, например, по вине ненадлежащего состояния дорожного полотна. Вот об этом почему-то Алан Викторович умалчивает. А с этим можно было бы бороться. Не менее пугающую статистику смертности сообщил нам и Фарид Рефеевич Гумеров, который был садокладчиком по этому вопросу. Он сообщил, что за истекшую неделю в Башкирии погибло рекордное количество людей, утонувших в водоемах. 40 человек за одну неделю утонуло в различных водоемах республики Башкортостан. Понятно, что жара, понятно, что люди ринулись к этим водоемам так или иначе купаться, отдыхать, охлаждаться. Фарид Рефеевич констатирует, что из 40 человек 27 были пьяны, а пятеро были детьми. Он сообщил нам о том, что предпринимаются титанические усилия по профилактике и пресеканию того, что происходит у водоемов республики. Имеется в виду то, что какие-то рейды идут по берегам, по пляжам в поисках нетрезвых отдыхающих, которых каким-то особым путем изымают из общества и не дают им купаться в реках и озерах. Ну, в общем, конечно, на самом деле это очень не смешно. 40 человек за неделю потерять – это огромный удар по статистике смертности от внешних причин в республике Башкортостан. Если так продолжится дальше, то, конечно, никаких результатов в этой области республики достичь не удастся. Видимо, решив, собрав в кучу все вопросы и проблемы рождаемости, смертности, демографии по республике, третьим докладчиком сделали Ленару Хакимовну Иванову, и она рассказала нам о том, как исполняется, а вернее не исполняется, национальный проект «Демография» по республике Башкортостан. Во-первых, в строках своего доклада Ленар Хакимовна мельком и очень тихим голосом сообщила о том, что ей не удастся достигнуть целевого показателя по суммарному коэффициенту рождаемости в республике Башкортостан. Напомню, что в предыдущий, 19-й год, этот коэффициент составлял 1,511. В четвертом квартале 2020 года он составит 1,501. При том, что по плану за 2020 год этот коэффициент должен быть 1,747. Эти цифры говорят о коэффициенте рождаемости по территории, и вот именно этих цифр Ленаре Хакимовне достигнуть не удалось. Далее, с возрастанием интонации Ленара Хакимовна нам стала сообщать о том, что в остальном все прекрасно в ее демографическом проекте, что 10 миллиардов рублей она обязательно освоит и истратит на эту тему. И дальше она стала тарабанить о том, как она что кому выплачивает, куда какие деньги идут и так далее, и так далее. Но вот внимательный слушатель должен был зацепиться именно за самое начало, за вот этот удельный коэффициент рождаемости. Именно этот коэффициент и является основным в этом демографическом проекте. Именно этот коэффициент и иллюстрирует успешность или неуспешность проекта демография на территории Республики Башкортостан. Я утверждаю о том, что этот проект провален, что 10 миллиардов, которые выделили Ленаре Хакимовне, по сути ушли впустую. Но, конечно, не целиком. 6 миллиардов рублей из этого проекта Ленаре Хакимовне как бы раздает в виде выплат и начислений за рождение первого, второго, третьего и так далее детей. Эти деньги хотя бы достались населению. А вот 4 миллиарда рублей Ленаре Хакимовне тратит на содействие и создание условий. Вдумайтесь в эти формулировки. Именно содействие и создание условий, а не выплаты, заняли у Ленаре Хакимовне 4 миллиарда рублей. Она, конечно, сообщает нам о том, что на эти деньги она строит или содействует строительству 24 детских садов, но на самом деле в это верится с большим трудом. Также Ленаре Хакимовне с восторгом сообщает нам, что только благодаря поддержке и усилиям дорогого Радио Фаритовича ей удалось запустить информационную кампанию. Вот это самая, конечно, пугающая история в этом всем. Именно на информационных кампаниях отвязываются основные коррупционные деньги из любых проектов, в том числе и в республике. В общем, здесь полный провал на фоне полного освоения денег. Это очень характерно для последнего времени в нашей республике. Мы не исполняем проект, но полностью исполняем бюджет этого проекта. Далее Ленар Хакимовна снизошла до некого разъяснения цифровых параметров своего проекта. Сообщила, что на 10% в республике за 6 месяцев упала рождаемость первых детей в семьях, на 6% упала рождаемость вторых детей в семьях, и только на 1,7% выросло рождение третьих детей в семьях, что на самом деле по последнему времени, конечно, является большой редкостью. Прогнозы рождаемости у Ленар Хакимовна весьма туманные и очень с большим разбросом даются. От 38 до 42 тысяч рождений в 2020 году. Ну, не знаю, чем объясняется подобная неточность прогнозов, но, по крайней мере, такой большой огромный лак оставляет себе Ленар Хакимовна. Госпожа Иванова попыталась, по крайней мере, в словесной форме, убедить Хабирова в том, что не так все плохо в этой области, и даже сформулировала следующим образом. Удалось остановить пикирующее падение рождаемости, и произошел перелом. То есть произошел перелом вот так вот, да? Вот. Пикирующее удалось, значит, видите ли, падение преодолеть. Теперь у нее просто такое падение стремительное, но не пикирующее. Ну, в общем, вот эта игра словами, она очень тоже характерна для людей, оправдывающихся. Кроме всего прочего, Иванова сообщила о других тревожных тенденциях к демографии, в частности, о том, что у нас происходит колоссальный отток населения из республики, в том смысле, что люди уезжают. Не просто смертность превышает рождаемость, не просто падает рождаемость, но еще и дееспособные, образованные взрослые люди покидают республику Башкортостан в поисках территории, где они больше заработают, будут лучше жить, где дешевле жилье, например, или оно более доступное. Кроме всего прочего, только 20% выпускников из Башкирии, которые уезжают учиться за пределы республики, возвращаются обратно в республику работать и жить здесь. Это колоссально мало. Только каждый пятый возвращается, а четверо из пяти остаются за пределами. Это тоже, конечно, ни в какие ворота. Вот именно под эту сурдинку госпожа Иванова там жалобно попросила провести какие-нибудь форумы, которые ей кажутся обязательными для того, чтобы выпускники оставались в республике. Ну, естественно, форумы у нас это панацея от всех проблем. Форумы у нас поднимают экономику, форумы у нас улучшают сельское хозяйство. Они же, наверное, сделают более привлекательной вот эту странную республику для людей в панике, покидающих ее. Завершая свой доклад, Иванова и вовсе сообщила удручающую цифру о том, что миграционная убыль в 2019 году составила 5,5 тысяч человек. И что-то мне подсказывает, что в 2020 году она увеличится. А все вот эти вот мажорные нотки в ее докладах, они ведь, в общем-то, объясняются просто. В период пандемии вообще перемещение людей было осложнено в России в целом. И, соответственно, конечно же, снизилась активность перемещения людей. Но как только ограничения будут сняты, все, кто собрался уезжать, конечно же, подорвутся из Башкирии, из Уфы. Особенно учитывая, что вот этот вот колоссальный удар по бизнесу, который нанесла пандемия, он в Башкирии особенно ощутим. Соответственно, людям уже просто будет нечего терять. Те, кто закрыли свои ИП, закрыли свои какие-то небольшие предприятия, соберут вещи и начнут откачевывать в сторону Казани, Москвы и Санкт-Петербурга. Примечательное то, как Хабиров среагировал на доклад Ивановой. Надо отметить, что Ленаре Хакимовне удалось обмануть лидера республики. И Хабиров сказал, что миграционные цифры его радуют, и что на 40% меньше – это хорошо. Да нет, Радий Фаридович, вы неправильно поняли или невнимательно слушали. На 40% у Ленара Хакимовна снился прирост вот этого впадения или роста миграции. На 40% снился прирост, а не абсолютное значение миграции. То есть тут Радий Фаридович, конечно, видимо, пожелал выдать желаемое за действительное, либо действительно невнимательно слушал Иванова. А по поводу рождаемости Хабиров, конечно, высказался более осторожно. Он сказал, что вот получим статистику, тогда и будем радоваться. Боюсь, что радоваться будет, конечно, нечему в 2020 году. Единственное, чем можно будет утешаться, судя по всему, подобная статистическая закономерность и подобная демографическая ситуация наблюдается по всей России. Видимо, есть еще и более худшие регионы. Ну, зачем равняться на худшие, когда лучше равняться на лучшие? Ну, в общем, ситуация с демографией в Башкирии, конечно, аховая. В этот раз на оперативном совещании было нетипично мало докладов. Их было всего четыре. И четвертым был доклад о развитии внутреннего туризма в республике Башкортостан. Делал его председатель Госкомитета по туризму Нафиков Салават Тагирович. Начал он с торжественной ноты о том, что в Башкирии наблюдается бум внутреннего туризма. Ну, еще бы, если все закрыто и некуда податься, значит, несчастные жители республики вынуждены отыскивать озера, реки и топиться в них в огромном количестве. И это называется у нас внутренним туризмом. Нафиков сообщил, что до конца августа заняты все номера во всех гостиницах, во всех турбазах и во всех домах отдыха, и свободных мест нет. Что, на самом деле, никак не соответствует действительности. Я специально проверил. Места есть, правда, по совершенно чудовищным ценам. В дальнейшем весь доклад господина Нафикова носил, в общем-то, форму доклада о том, что случилось с туризмом у нас в 2019 году. И только краем он задел какую-то проблематику, которая сформировалась у нас вот в нынешнем сезоне, и мы поговорим об этом в конце его доклада. Общее количество туристов, по словам господина Нафикова, в республике Башкортостан в прошлом году составило 1 миллион 200 тысяч человек. Что действительно очень много, и что очень не похоже на правду, но тут же Нафиков расшифровал эту статистику, сообщив, что 50% из них это люди, которые были подвергнуты санаторно-курортному лечению в республике. И мне совершенно категорически непонятно, почему люди, отдыхающие и лечащиеся на курортах и в санаториях, относятся к категории внутренних туристов. В целом 13,5 миллиардов на 1 миллион 200 туристов, это, конечно, не так уж и много. В среднем это 10-11 тысяч рублей на одного человека. Непонятно вообще вся эта статистика и арифметика. Кроме всего прочего, Нафиков сообщил, что в прошлом году примерно 380 тысяч человек выехало из республики Башкортостан на отдых за рубеж. Эта цифра также не может быть абсолютно достоверной, потому что он не мог отследить тех, кто выехал на отдых, например, через Москву или Санкт-Петербург, Казань или Екатеринбург. Таковых достаточно много. Например, лично я в прошлом году летал в Мексику через Москву. Соответственно, цифра эта не совсем достоверная, но даже она говорит о том, что примерно 9-10% населения республики Башкортостан в прошлом году отдыхало за рубежом. Далее господин Нафиков перешел к новостям будущего и к своим грядущим успехам. Он сообщил нам, что он занимается созданием особой экономической рекреационной зоны Урал. Ну, хорошо, что хоть не Алга. Которая будет расположена в Белорецком, Бурзианском и Обзелиловском районах. Видимо, вот в этой зоне будет создано некое благоприятствование для туризма. Посмотрим, что это будет, потому что деталей нам господин Нафиков не раскрыл. Он сказал, что он упорно над этим работает. Одним из своих достижений господин Нафиков нам преподнес то, что он установил аж 562 туристических указателя. Это такие коричневые таблички, которые он ставит на столбах по всей республике, которые указывают на какие-нибудь там достопримечательности. В сети уже было очень много возмущенных постов о том, что эти указатели либо написаны на каком-то непонятном албанско-неизвестном языке, имеется в виду латинская транскрипция вот этих указателей, либо находятся в совершенно нелепых местах, например, против движения автомобиля и так далее. Ну, все это остается на совести господина Нафикова, который планирует до конца года остановить аж полторы тысячи подобных указателей. А также с радостью Салават Тагирович сообщил нам о том, что с 1 августа в Уфе запустят двухэтажный экскурсионный автобус. Ну, теперь-то уж точно мы заживем. Прямо как в Барселоне по Уфе будут курсировать вот эти красивые красные автобусы, или один автобус, Салават Тагирович не уточнил, сколько их будет. Впрочем, тут же возникает совершенно логичный вопрос, а что, собственно, собирается показывать Салават Тагирович изумленным туристам, которые будут ездить в этих открытых автобусах и осматривать замечательную столицу Башкортостана. Что он им покажет? Вот эти серые дома, оставшиеся после Шосса-Брикса, сгоревшие памятники архитектуры, или недостроенную мечеть Аль-Рахим, совершенно непонятно, на самом деле, что будет в числе вот тех достопримечательностей, которые будут преподноситься нашим гостям республики, но, тем не менее, красный автобус у нас запланирован. Далее Салават Тагирович перешел к суровым проблемам и запросам его ведомства. В части проблем он сообщил, что в связи с тем, что туристический трафик чудовищно возрос в этом сезоне, люди ринулись на берега водоемов и всевозможных охранных территорий. В связи с этим происходит ускоренное экстренное замусоривание этих территорий, убирать некому, никто не собирается и не может это все делать, нет финансирования. И Салават Тагирович, естественно, предлагает начать собирать деньги с населения. У нас это же всегда панацея, да, как только что-то случается, мы вводим налог, штраф или сбор. В данном случае господин Нафиков предлагает ввести туристический сбор. Судя по всему, взомнив себя Швейцарией, Грецией или хотя бы Египтом, господин Нафиков уже готов начать собирать с туристов деньги, еще не создав для них никакой туристической инфраструктуры. Вообще-то во всем мире происходит наоборот. Сначала туристам готовят то, что они готовы будут и могут посмотреть, что-то интересное, что-то выдающееся, создаются маршруты, создаются туристическая инфраструктура, гостиницы, транспорт, сервис, питание и так далее, а потом с них начинают брать за это деньги. Ну, вот этот вот гостиничный сбор, туристический сбор во всем мире, он очень скромный. Мало где он превышает 2 евро с человека, но господин Нафиков, не уточняя суммы, требует ввести этот туристический сбор. Казе понятно, что это будет не 50, не 70, и даже, наверное, не 100 рублей. Я полагаю, что комитет по туризму замахнулся на сумму где-нибудь 300-500 рублей с человека за посещение чего-нибудь. Выслушав сумбурный доклад господина Нафикова, Хабиров резюмировал его весьма нейтрально. Впрочем, не применил и похвалить госкомитет по туризму, сказав, что комитет этот очень молодой, но все идет у него очень здорово. Видимо, это касалось коричневых указателей. Однако вопрос со сбором с туристов Хабиров не одобрил с первой попытки. Очень осторожно сказал, что нужно проанализировать практику других стран, как это делается везде. Я очень рассчитываю на благоразумие Хабирова и той команды, которая будет анализировать это гоп-стоп-предложение господина Нафикова. В общем, Хабиров так мягонько отложил этот вопрос, сказал, что надо подумать, я ничего не утверждаю, ничего не решаю, будем посмотреть. На этом, собственно, совещание закончилось, причем закончилось неожиданно. Никакого Алла Верды, никакого заключения от Хабирова не последовало. Всем пожелали хорошей недели, все разошлись.